Добрый вечер, дорогие зрители. В эфире программа «Кандидат». И сегодня мой гость Иоанн Васильевич Кику, председатель партии развития объединения Молдовы, экс-премьер-министр Республики Молдова. Добрый вечер. – Добрый вечер. – Иоанн Васильевич, я когда готовилась к программе и читала о доходах госбюджета за полгода, то мое внимание, ну помимо доклада, привлек комментарий к статье. Я не знаю, кто его писал, какая-то женщина, и он Кику знал, какую реформу проводить, чтобы придать живучесть бюджетной фискальной системе Молдовы. – Молодец он, жаль, что таких нет у руля государства. Вы знали? – Ну, я вернулся в страну в январе 2018 года. То есть последние три года работал в Минфине и в правительстве. До этого я семь лет работал за границей, работал в международных финансовых организациях. И первое, что я сделал, когда вернулся в Минфин, я попросил у своих коллег сравнительный анализ ставок налогов на зарплату, на доходы физических лиц. И как я знал, у нас были самые высокие ставки, в том числе подоходного налога. – Естественно, когда ты понимаешь, что основной ресурс, за который все борются, это человеческий капитал, это не нефть, это не золото, а человеческий капитал, ты понимаешь, что за этот ресурс идет борьба, идет конкуренция. – Сохраняя ставки подоходного налога на уровне 18%, ты никак не можешь быть конкурентоспособным, например, с той же Румынией, у которой 10% ставка подоходного налога. Соответственно, вместе с коллегами из Министерства финансов мы разработали вот эту, будем так говорить, реформу по снижению налоговой нагрузки на зарплату. – Все расчеты показывали, что, идя на снижение налоговой нагрузки, мы получим дополнительные доходы в бюджет. Это как бы звучит парадоксально, но именно так есть. – За счет расширения налогоблагаемой базы. Соответственно, я знал, что так будет, я знал, что за счет снижения налоговой нагрузки мы определенную часть теневой экономики включим в легальный оборот. И так и случилось. Я, конечно, вспоминаю реакцию у некоторых, будем так говорить, коллег, которые говорили, что будет бюджетная дара, что вот все будет катастрофой и так далее. Хотя все маломайские понимающие люди знают, что в условиях, когда государство или государственные учреждения слабые, чем выше ставки налогов, тем выше коррупция, тем меньше собираемость. Соответственно, нужно идти именно в этом направлении, снижать налоговую нагрузку на зарплату. И это на самом деле и дало результат. Экономика получила дополнительный импульс. И 2019-2020 год, и вы уже видите, и 6 месяцев практически 2021 года показывает, что несмотря на все сложности, которые были, там и пандемия, засуха, вот эти поэтические передряги, с финансовой точки зрения в стране более-менее нормально. Какие еще нужны реформам и стране? Реформ много нужно, изменений нужно много в различных областях. Если продолжать тему государственных финансов, я бы отметил необходимость проведения еще одного этапа снижения налоговой нагрузки на зарплаты. Еще. Еще одного этапа снижения налоговой нагрузки, потому что даже если мы снизили тогда с 18 до 12 подоходный налог и ставку социальных отчислений с 23 до 18, у нас практически налоговая нагрузка на заработную плату составляет 42-43%. Это большая налоговая нагрузка. Соответственно, нам нужно еще снижать налоговую нагрузку, но, конечно, параллельно повышать фискальную или налоговую дисциплину, расширять налогооблагаемую базу и тем самым обеспечить дополнительные деньги в бюджет. Я говорил про теневую экономику. По отчетам того же МВФ, доля теневой экономики в Республике Молдова достигает где-то 45%. Ого! Ну, ВВП у нас 200 миллиардов, соответственно, мы понимаем, что 45% это практически 90 или 100 миллиардов лей, которые у нас ежегодно крутятся в экономике, но не в легальном поле, то есть они не облагаются налогом. И мы понимаем, что для того, чтобы хотя бы часть этой теневой экономики привести в легальный законный оборот, нужно именно такими мерами стимулировать, чтобы предпринимателям было интереснее и спокойнее работать законно, чем платить разные данные и так далее. Поэтому, если из этих 90 миллиардов хотя бы ежегодно по 10% что-то вовлекат в легальный оборот, допустим, из 90 миллиардов, которые теневая экономика, хотя бы 10 миллиардов привести в легальный оборот, при налоговой нагрузке 32-33% это автоматически получает еще 3-4 миллиарда. И практически это и показывает. С 2019-2020 года примерно настолько растут доходы в эти бюджеты без повышения ставок и так далее. И так далее и тому подобное. По части, конечно, государственных финансов, здесь нужно отметить необходимость изменений в области государственных закупок. Мы начали проект онлайн-закупок, контендер, это онлайн-платформа для участия в государственных закупках. Там есть большие проблемы, в том числе по части способности участвующих агентов, например, в строительстве дорог или других таких больших инфраструктурных проектов. У нас сейчас законодательство практически пускает всех, которые хотят участвовать, за редким исключением. И это иногда заканчивается тем, что мы имеем вот такие ситуации, как было, например, в Кишиневе, улица Албешуара. Построили 100 с чем-то миллионов лей, и премария потратила, выбрала комиссийского агента, а получилось то, что получилось. Соответственно, здесь нужен другой подход. Компании, которые имеют опыт, которые работали, которые имеют мощности для того, чтобы выполнять государственные заказы, такие должны быть допущены, остальные нет. Ну, по реформу, конечно, сейчас у всех на слуху, все борются с коррупцией, с юстицией и так далее. Здесь ясно, что больше политики, здесь больше лозунгов. Нужно действия, надо предпринимать. И самым эффективным способом бороться с коррупцией, большой политической коррупцией, является, конечно, контроль за доходами и расходами соответствующих чиновников, депутатов, судей, прокуроров. И при том контроль доходов и расходов не только самого чиновника, но и семьи, и родственников первого, второго, двенадцатого колена, как говорится. То есть это можно делать, тем более, что у нас уже все информатизировано. Налогу я имею допуск к банковским счетам, к информации. То есть все это можно достичь. И тогда у нас не будет ситуации, когда судья покупает себе Порш 10 тысяч лей и так далее и тому подобное. То есть это меры, которые надо без политических лозунгов внедрять. Для достижения результата в борьбе с коррупцией необходимо изменения в законодательстве, сказала Майя Санду. Скажите, по вашему мнению, раз мы уже заговорили о коррупции, действительно нужны реформы? Или достаточно той законодательной базы, которая у нас есть, а главное ее соблюдать? И выполнить? Ну, возможно, какие-то изменения в законодательной базе должны быть проведены, в том числе по части ужесточения наказаний за коррупцию, там и сроки, там и штрафы, и конфискации и так далее по этой части. Наверное, можно еще работать из того, что мои коллеги говорят. Но сейчас у нас внедрен механизм Ании Агенция Национала Индегритати, там только за прошлый год были наняты на работу несколько дополнительных экспертов, инспекторов, которые, соответственно, проводят все эти контроли и анализы. Там надо просто мощности этого агентства увеличить, чтобы у них была возможность проверять, как я уже говорил, не только доходы и расходы чиновника или его семьи, но, например, дойти до бабушки, которая всю жизнь работала в колхозе, вдруг подарила... Порш. Порш или 100 тысяч евро и так далее и тому подобное. То есть это надо, чтобы это агентство занималось. Мы в прошлом году финансировали достаточно это агентство, они сумели нанять большее количество инспекторов, я надеюсь, что именно таким образом вот это направление по контролю за расходами и доходами было более эффективным. В том числе по проверке счетов в офшорных компаниях. Мы видим людей, которые в 2013-2014 году работали в правительстве, сейчас они опять в коридорах власти с офшорными компаниями и так далее и тому подобное. Конечно, это агентство должно иметь способности и мощности для того, чтобы проверять все это. В одном из интервью Вы назвали ложью обещания поднятия зарплаты пенсии. Скажите, по Вашему мнению, сколько нужно времени для страны, для того, чтобы говорить о стабильном увеличении дохода и уровня жизни? Не знаю, может быть, в каком-то контексте я сказал ложь, если кто-то, например, обещал, что выберите меня завтра, я поверю в три раза или в четыре раза, то нет. Но, конечно, повышение зарплат, пенсии в стране возможно и должно произойти, происходить. Мы приняли закон номер 270, это заработная платья в бюджетной сфере, и с тех пор каждый год примерно 7-8% в бюджетной сфере для учителей, для медиков и так далее и тому подобное, повышается зарплата. То есть это выше примерно в два раза, чем уровень инфляции. В прошлом году медицинскому персоналу, это больше 50 тысяч человек, за 9 месяцев удалось поднять зарплату на 70%. Да, и вы говорите о том, чтобы поднять зарплаты учителя. Я хотела бы спросить, откуда же деньги? Именно об этом я и говорю. Если в такой достаточно сложный год, как 2020 год, удалось поднять на 70% зарплату для свыше 50 тысяч работников медицинской сферы, то я думаю, что за год-два, за два года, можно поднять существенно зарплату для 110 тысяч работников образовательной сферы, потому что у нас в системе образования работает примерно 110 тысяч. То есть в условиях, когда страна работает, когда процессы идут нормально, без этих чрезвычайных ситуаций, это возможно поднимать зарплату. Тем более, что мы понимаем, что чем выше доходы населения, людей работающих, тем больше возможностей для экономики работать, потому что это как раз категория людей, которые не копят деньги, не ставят на счета в коммерческих банках, они практически на следующий день или одновременно с получением на карточку не тратят эти деньги. Это означает дополнительные ресурсы, дополнительный импульс для экономики. То есть то, что платит государство, практически возвращается в виде налогов очень быстро. Это касается и зарплат, и, кстати, инфраструктурных проектов. Любому маломальски знающему экономику знает, что каждый вложенный, например, инфраструктурный проект в дороге, он возвращается через 3-4 месяца в бюджет. Это так было и в прошлом году. Кстати, на этом мы, как говорится, выехали, потому что мы не побоялись в июне, июле, августе вкладывать деньги в инфраструктуру, и вы увидели в октябре, в ноябре практически деньги вернулись обратно на счетах. То есть повышать зарплаты можно, но, естественно, когда мы слышим, что кто-то придет и повысит там в 3-4 раза за неделю или за год, это нереально, это просто популизм. А в какой срок это реально? Это вот каждый год на вот эти самые 7-8%, я так понимаю? В нашей программе написано, за 4 года зарплаты и в реальном секторе, то есть в экономике, средняя зарплата в экономике на 70% может вырасти, и в бюджетной сфере на 70%. На 70%? Да, за 4 года. Я уже говорил, что если можно было в 2020 году поднять для медицинского персонала на 70%, за 4 года, поверьте мне, что остальным еще 190 тысячам работающим в бюджетной сфере можно повысить зарплату на 70%. Это, конечно, должно случиться при условии роста экономики. В нашей программе написано, что если работать в течение 4 лет на 50%, экономика может вырасти. И она может вырасти как вследствие инвестиций в экономику, но в том числе за счет привлечения из теневой экономики, то, что я говорил, в официальный оборот, там, 20%. То есть, если когда делаешь эту математику, то есть при естественном росте в 6-7% в год, плюс то, что нам удастся в течение 4 лет из теневой экономики привлечь в легальный оборот, вы сделаете математику, это 50% достаточно реальная цифра, то есть цели. Если говорить о зарплатах, понятно, что 70% рост в экономике, мы здесь учитываем, конечно, и некоторые, опять же, обеления зарплат, которые сейчас происходят, многие еще платят в конвертах. Понятно, что методами, которые я говорил вначале, можно достичь того, чтобы люди были заинтересованы показывать всю сумму, всю зарплату. Это, естественно, влияет на статистику. Раз вы заговорили уже о программе партии, может быть, вы расскажете хотя бы об основных тезисах вашей программы? С удовольствием, но по части экономики вы, наверное, уже увидели, какое наше направление, потому партия является правоцентристской, то есть, исходя из наших видений по экономике, мы считаем и знаем, что в наших условиях, для того, чтобы экономика развивалась, для того, чтобы была меньше коррупции, меньше работы для контролирующих органов, надо идти на снижение налоговой нагрузки, в том числе на зарплату людей. Второе, конечно, надо более грамотно и эффективно использовать те деньги, которые есть в фонде субвенционирования сельского хозяйства. Мы в прошлом году потратили 1,4 млрд лей из этого фонда на помощь... На субсидирование. Да, на субсидирование. Но мы ведь знаем, что фонд субсидирования, он не рассчитан на то, или его целью не является покрытие убытков. Это инструмент государства, который направляет сельское хозяйство в одно или другое направление. Понятно, что теоретически этот фонд должен быть использован на привлечение новых технологий, на модернизацию и так далее и тому подобное. Но самое важное сейчас сделать так, чтобы с помощью этого фонда поменять парадигму работы сельского хозяйства. Потому что мы, так не замечая, превратились в сырьевой придаток. Мы экспортируем пшеницу, кукурузу, подсолнечник, рабцы и так далее и тому подобное. А ведь, опять же, даже студенту первого курса известно, что страна, которая экспортирует сырье, процветает. Там же нет добавленной стоимости. Раньше такие страны назывались колониями. Сейчас партнерами называются. То есть понятно, что надо сделать так, чтобы из той же пшеницы или кукурузы, или из всего того, что мы растим на полях, перерабатывалось здесь. Или в животноводство, или перерабатывающей промышленности и так далее. Значит, когда я говорю о том, чтобы использовать этот фонд субсидирования, он должен быть так. Если ты продал кукурузу, например, здесь на месте для переработки или для животноводства и так далее, это одна часть субсидирования. Если ты, например, сразу загрузил в джуджулешты и так далее на экспорт, это уже совсем другое. Зачем государство из своих денег стимулирует эту модель? Да. В этом суть. Точно так же и по животноводству и так далее. То есть эти деньги надо использовать так, чтобы Молдова как можно больше перерабатывала здесь. Будем продолжать экспортировать сырье, не будет ничего ни рабочих мест, ничего. Я понимаю, что эту модель нам навязали, начиная с 1995-1996 года. Помните программу ПМИН, когда практически разделили всю землю. Это ясно, что разделяя землю, не может быть эффективным сельское хозяйство. Разделили землю, разделили по квотам фермы, все разрушили и так далее. Это же понятно, для чего это. И тем самым, лишив народ, лишив страну рабочих мест, практически нас лишили и людей. Потому что если людям некуда работать, а у нас была огромная страна, то есть основные рабочие места были здесь, в стране. Ударили в точку, как говорится. Разрушили сельское хозяйство, животноводство и перерабатывающую промышленность. Сразу 500-600 миллионов людей потеряло работу практически. Они ушли. Еще раз, мы ведь понимаем, что человеческий капитал это основной ресурс. Я уже приводил как-то цифры. Миллион граждан, которые работают за границей, они платят там только со своей зарплаты примерно 7-8 миллиарда евро в год там. Они здесь были рождены, здесь их выучили, здесь вылечили и так далее. А платят налоги в другом месте. Понятно, что в Молдове надо иметь разум и ум, чтобы поменять эту модель. Нам не нужно ни на кого обижаться. Нам надо понимать суть проблемы. Нам надо понимать, что эти подачки в сумме 10-100 миллионов или больше, они не помогают нам. Они наоборот убивают нас. Понимаете, мы продолжаем экспортировать сырье и человеческий капитал. Надо поменять эту систему. И я думаю, что как раз этими методами, которые я говорил, снижая налоговую нагрузку, создавая возможности для человека, чтобы здесь работал, чтобы страна на рынке труда международным была конкурентоспособна, можно поменять эту ситуацию. Не так считаем? Значит, это по части экономики. Да, естественно, что когда говорим о экономике, мы все понимаем, что невозможно развивать экономику, невозможно удержать людей в стране, если не поменяя ситуацию с инфраструктурой. Дороги, вода, канализация и так далее и тому подобное. Ведь все знают, Европа в 45-м без плана маршала, без займов денег на реставрацию инфраструктуры и дороги и так далее, она бы не развивалась. Или ближе, в 90-е годы Восточная Европа точно так же заняла деньги, построила дороги, построила элементы инфраструктуры. Только после этого румыну продали свою дачу, например, Рено или Венгрии, или Чехии и так далее. То есть без инвестиций в инфраструктуру невозможно надеяться на развитие страны. И, как я уже сказал, невозможно надеяться на то, что люди останутся в стране. Потому что если в 21 веке нет элементарных условий для жизни, воды, канализации и так далее, понятно, что люди уйдут. И нам нужно, как государство, и здесь основная роль практически экономической политики государства, вкладывать публичные деньги в инфраструктуру, развивать дороги и после этого будут инвестиции. У нас сейчас, и понятно, каждому человеку понятно, что из внутренних ресурсов этого невозможно добиться. Нам внутренние ресурсы позволяют покрывать текущие расходы в размере 90-95%. Понятно, что на большие инвестиционные проекты нужно привлекать средства точно так же, как делают другие страны. Страны, при том, с более развитой экономикой. Это нам сейчас уровень задолженности, то есть доля госдолга ВВП позволяет привлекать деньги для инвестиций в инфраструктуру. Сейчас у нас примерно 32-33% доля государственного долга ВВП. Вы знаете, что считается более-менее приемлемой до 60%. Например, Италия, 200 или Греция и так далее. Мы можем еще где-то на 30% пунктов привлекать деньги в инфраструктуру. Поэтому вы в программе найдете там инвестиции в следующие 4 года на 60 миллиардов лей. Вот как раз эти 30%, если сопоставить с ВВП, то получается примерно 3 миллиарда евро или 60 миллиардов лей. Я почему говорю конкретно здесь по этому поводу? Мы понимаем, что если мы за 3-4 года не будем привлекать вот эти деньги для инвестиций в инфраструктуру и для создания условий, чтобы экономика развивалась, мы все равно в течение 5-6 лет дойдем до уровня задолженности государства в 60%, но эти кредиты будут взяты на текущие расходы. Там на одно, другое, третье, четвертое. То есть у нас нет альтернативы. То есть деньги все равно будут заниматься, но большая разница, для чего они занимаются. Для работы, для инвестиций в дороги, в воду, канализацию или для текущего потребления. Так что здесь надо очень ответственно подходить сейчас к этому моменту, потому что через 5-6 лет может наступить период или как этап невозврата, когда у тебя ты достиг уже 60% уровня задолженности государства, ты уже больше не можешь одалживать на строительство дорог. Поэтому здесь нужно очень ответственно и должны быть люди, понимающие эту ситуацию. И понятно, что когда мы говорим о финансировании из-за рубежа, здесь тоже надо иметь умный и мудрый подход. Вы, наверное, заметили, как нас практически привязывают к одному источнику финансирования. Если кто-то договаривается с кем-то, например, чтобы были альтернативные источники, там Россия, Китай или международные валютные рынки путем, например, размещения евробондов и так далее, как начинается сразу здесь на месте ажиотаж. Вы заметили, например, в прошлом году был российский кредит. Помните, было соглашение, подписали. Там, кстати, было 2%. То, что там говорили, что условия, к сожалению, это были политические спекуляции. Я вам скажу, что некоторые кредиты, которые наше государство берет у западных партнеров, хотя они там 0,5 или 0,1 или до 1%, некоторые, многие из них имеют и такие составляющие, например, где написано 5 или 10% это на услуги консультантов тех же внешних. И здесь, когда считаешь, что ты увидишь, что не так уж и дешево. И это почему случается? Потому что мы практически привязаны к одному источнику. Мы почему хотели расширить ареал или географию привлечения денег в страну, чтобы не зависеть от одной политики, которая, кстати, потом вмешивается в политику. Не клади деньги в один карман. Да. То есть я видел тогда, например, в апреле началась пандемия. Мы подписали это соглашение с Российской Федерацией. Вы ведь видели, сколько тут было шума, сколько тут политической и так далее было? Я понимаю, почему. Потому что если страна находит возможности или расширяет возможности для финансирования, для привлечения денег, инвестиций или же находит возможности для экспорта своей продукции, страна становится действительно независимой. А когда нам говорят, вам только туда или вам только оттуда, то страна не независимая, страна зависит. Я знаю точно, я помню, кто работал, как делал, чтобы, например, то же соглашение с Россией, кстати, с китайскими тут примерно точно такой же подход. Кто работал, кто делал так, чтобы мы никогда не получили эти деньги. Потому что именно из-за этого нас хотят привязать. Я знаю точно, что один координатор здесь в Кишиневе по дипломатической линии, когда Конституционный суд вынес решение о признании неконституционным соглашением о привлечении тех 200 миллионов евро, он практически не скрывал свою радость, он поздравлял своих коллег. То есть это, понимаете, это о чем говорит? Что идет борьба за влияние на страну, за то, чтобы страна была действительно зависима только от одного источника и финансирования, и сбыта, и так далее. Поэтому нам, гражданам страны, надо на это все шире смотреть. Никогда не бывает денег бесплатных, да? То есть всегда есть интересы, мы должны это понимать, мы всех уважаем, любим, но мы должны знать, пока мы не будем смотреть широко на вещи и понимать суть вопросов, в том числе в экономике, у нас никогда ничего не будет хорошего. Поэтому мы стараемся, вот людей, которые понимают эти вещи, которые имеют мужество говорить, сопротивляться, иногда выступать против МВФ, когда, потому что вы, я опять же приведу пример 2018 года, когда мы начали вот эту идею со снижением налоговой нагрузки, подоходного налога. Да вы что, МВФ никогда не разрешит и так далее. Я поговорю с МВФ, да, у меня заняло 3-4 месяца, чтобы их убедить, где-то поставить ультиматум и так далее, но когда ты приводишь аргументы достаточные, то они соглашаются, им некуда уходить. И вы заметили, что даже после этого мы успешно закончили программу с МВФ. То есть, если в стране или в министерстве, или в правительстве работают люди, которые понимают все эти вещи, можно, конечно, интересы страны защитить. Если нет, то получаем то, что было летом 2019 года, как только пришли, через месяц сразу двоили ставку НДС на Хуреку. Сказали, сделали, взяли под козырек, вперед. Так никогда не будешь развивать государство. Это по части экономики. Понятно, по коррупции я уже сказал, по части образования ясно, что у нас есть проблемы в образовании, притом на всех уровнях. Если говорим о профессиональном образовании, то у нас много, достаточно много ситуаций, когда выпускник или профтехучилища, или колледжа, или тем более вуза, попадая на работу, ему нужно еще полгода, год выучиться там. То есть, практически, система образования не связана с потребностями экономики или того же публичного сектора. Если говорим о среднем образовании или общем образовании, тут есть вопросы по части программы. Некоторые программы слишком сложные в начальных классах, но потом наступает сравнительный релакс в больших классах. Мы практически допустили то, что школа самоисключилась из процесса воспитания детей. У нас математику, географию, там разные дисциплины еще учат, а когда говорим о воспитании, практически школа самоисключилась. Это не означает, что обязательно учителя или школа виновата. Политика государства была такая. Надо восстановить, конечно, все эти уроки воспитания, все эти в работу классных руководителей и так далее. Потому что мы знаем сейчас, у нас много детей растут в неполной семье или вообще только с бабушкой и дедушкой. Понятно, что если школа не будет более активно уделять внимание воспитанию, тогда у нас вырастет и вырастает поколение, которое не знает, что такое порядок, что такое уважение, что такое вообще нормы поведения. Социальные, общественные, моральные нормы и ориентиры. Ну, наверное, раз мы с предвыборной кампанией, здесь обязательно возникает вопрос о геополитике, как всегда. Вы уже видели, как некоторые партии, кто-то нас защищает от танков Путина, кто-то нас защищает от НАТО, которые вот-вот придут сюда и нарожают нам детей, понимаете, и так далее. Ясно, эта песенка, извините, она с 90-х годов старается. Вот так разделить общество и тем самым повысить свой авторитет. Ясно, что никто к нам на танках никогда не придет. Я уже говорил, что методы экспансии и завоевывания стран уже совсем другие. У нас увели уже миллион человек. Для этого не надо приезжать на танках. Увели вот этими политиками, понимаете. По внешней политике, конечно, Молдове нужно строить нормальные, хорошие, партнерские отношения со всеми, основанные на взаимоуважении, в том числе взаимоуважении и суверенитета, и независимости. Я думаю, что можно иметь хорошее отношение одновременно и с Европой, и с Востоком, и с Россией, и с Турцией, и с Германией. Можно иметь. Надо просто иметь мудрый подход к этому, мудрую дипломатию. Нас же никто не заставляет дружить с Россией против Европы или наоборот. А мы именно этим занимались последние 10 лет. Мы провозгласили какой-то курс. И почему-то в Кишиневе поняли, что если ты дружишь с Грусселем, обязательно надо кидать камни в Москву или наоборот. Это ясно, что это не мудрый, не рациональный подход. Поэтому здесь надо иметь сильную дипломатию, надо иметь понимание всех этих вещей. Поэтому мы выступаем действительно за взвешенную внешнюю политику. Мы выступаем за развитие модели австрийской, австрийской модели. Австрия нейтральная страна. С 1956 года, как советская армия оттуда ушла, они подписали соглашение, сказали, мы останемся нейтральной страной. Этот статус не мешает Австрии быть среди лидеров в мире и в Европе по развитию. Мы все были там, видели и так далее. То есть все эти, опять же, предложения или даже, не знаю, как сказать, фобии, что обязательно для того, чтобы развиваться, надо вступать в какой-то военный блок и так далее. Это понятно, что это специально для людей, которые чуть не знают эти вещи и не понимают. Не надо никому ходить, не надо ни в какой военный блок вступать и так далее. Можно, если грамотно все построить в стране, можно дружить со всеми, как говорится. Можно этого достичь. Ну, по части, опять же, предвыборные компании особенно сильно вспоминают политики про пенсионеров. Очень так, сразу забота поднимается. Вот за две или за месяц или за несколько вопросов поднимается по пенсионному возрасту. Мы знаем, что у нас в стране примерно 720 тысяч человек официально работают и платят в социальный фонд. И примерно 740 тысяч получают пенсии и социальные пособия. То есть, практически у нас соотношение одного работающего или работающего на получающего меньше единицы, меньше один к одному. И вы знаете, что более-менее приемлемо считается соотношение три к одному. То есть, в этих условиях, опять же, любой понимающий человек знает, что если в этом месяце не будет дохода в социальный фонд, в следующем государстве не сможет заплатить. То есть, никакой речи не может идти о том, чтобы снижать пенсионный возраст. Понятно, что пенсионный возраст надо снижать для женщин, потому что в 2016 году это была ошибка, когда уравняли тоже под нажимом партнеров. Но там большого резерва для снижения нет. Это надо понимать. Давайте возьмем пример закона, который в декабре 2020 года против мнения правительства, против позиций правительства, потому что мы не приемлем популизм. И мы не приемлем просто обман людей. Социалисты ШОР проголосовали за изменения, за снижение пенсионного возраста. Но они там написали, что вступают в силу с 1 января 2022 года. Зная, что выбор в 2021 году. Ясно. Опять же, любой маломальский, уважающий себя человек и понимающий эти вещи не ведется на такие простые трюки. По пенсиям ясно, что надо повышать потенциал государства, экономики для того, чтобы генерировать эти деньги. Я уже сказал, как мы это видим. Ясно, что надо вот этот процесс, который называется индексация пенсий, пересмотреть. У нас же ведь что происходит? Вот мы видели в апреле, опять же, там уже были социалисты, ПАС и кто-то еще другой. Они решили за два месяца перед выборами проголосовать за индексацию в 3,9%. То есть на 3,9% индексировали тому, который получает пенсию на уровне, например, 1000 лей или 1200. И на 3,9% индексировали тому, который получает пенсию 50 тысяч лей. Посмотрите, сколько в абсолютном выражении получил один и другой. И тем более, вот так поступая, этот разрыв между большими пенсиями и маленькими, он еще вырастает и вырастает. Поэтому мы приходим с другим видением. Индексация нужна на уровне инфляции и так далее. Но надо стараться помогать прежде всего тем, которые получают маленькую пенсию. То есть у нас из 740 тысяч пенсионеров 640 тысяч получают пенсию меньшим прожиточного минимума. Понятно, что надо делать так, чтобы эти люди получали доходы, вот мы написали, как 13-я пенсия. Да, да. Раз в году получить дополнительную пенсию и не в виде каких-то, извините, податчик предвыборных. Как говорят, ну мы к Пасхе вам дадим 500 лей, там, не знаю, там, в раздеству еще что-то. Это должно быть закреплено в законодательстве, должно быть вовремя бюджетировано и так далее. Человек знает, что он получит вот эту единовременную помощь раз в году именно для тех категорий, которые получает меньше. Потому что, опять же, индексация это означает прежде всего увеличение разрыва между теми, которые получают маленькую пенсию, и теми, которые получают очень большую пенсию. Вот на этой интересной ноте мы прервемся. Оставайтесь с нами. Реклама на 21-м канале. Все самое интересное впереди. А я напоминаю, что в эфире программа «Кандидаты» мой сегодняшний гость Иоанн Васильевич Кику, председатель партии развития и объединения Молдовы, экс-премьер-министр Республики Молдова. Иоанн Васильевич, у меня к вам будет вопрос по поводу очень такой болезненной для Республики Молдова. Да, по-моему, все темы, если мы касаемся государственного управления, они все болезненные, но все-таки о молдавских фермерах. И они вышли на протестную акцию. И по поводу играда установок, и по поводу компенсации, и по поводу рынка сбыта не имеет значения российского, европейского или еще какого-то, и по поводу дистоплива. И вышли перед президентурой. И когда у Майи Санду задали вопрос, попросили ее прокомментировать эту акцию, в ответ полетел камень ваш в огород. Она высказала, что проблемы фермеров мотивированные должны быть адресованы тем, кто их создал. Тем, кто покинул администрацию президента 24 декабря 2020 года. Вы с этим согласны? Ну, спорить с политиком Майи Санду я не собираюсь. Это безответственный человек. Наверное, фермерам, которые собрались и в декабре, и в ноябре прошлого года перед правительством, или тем, которые вот сейчас у дворца президента собрались, надо напомнить, что Республика Молдова каждый год, каждый год платит больше 800 миллионов лей для того, чтобы покрыть кражу миллиарда, которая состоялась за две недели до парламентских выборов в ноябре 2014 года. Тогда правительство, в которое госпожа Санду, экономист, пришедшая из Всемирного банка, молчала, когда видела, что правительство готовит кражу миллиарда. Ведь кража миллиарда не состоялась вначале, а потом покрыли вот за счет гарантий. Нет. Там правительство Лянка сначала, если помните, в сентябре 2014 года поменяло все законодательство, чтобы дать себе правительству право выпускать эти гарантии. До тех пор у правительства Республики Молдова не было права давать гарантии на займы. Они поменяли, во-первых, законодательство, чтобы подготовить кражу миллиардов. Я вот хотела спросить. Значит, они подготовили, дали себе право выпускать эти гарантии. Потом на заседании правительства 7 ноября 2014 года они проголосовали за выпуск гарантии в сумме 9,5 миллиардов лей. И только после этого деньги ушли из этих трех банков. Там были члены правительства, которые сейчас в этой желтой партии. Тогда они молчали, ничего не говорили. Даже наоборот, госпожа президент повесила себе зеленый шарфик, стала депутатом от ЛДПР, от Филата. Помните? Да. То есть, когда она направляет вот этих бедных фермеров туда или сюда, она должна выйти и сказать им, я, бывший экономист Всемирного банка, не понимала, что в правительстве, в котором я работаю, готовится кража миллиардов. Или наоборот, я понимала, но думала о том, что лучше попасть в парламент. Вот, наверное, ответ, который должен быть честным от человека, который выступает спасителем нации и мчится на бронепоезде воевать с коррупцией. Понимаете? Значит, каждый божий год мы платим 800 миллионов лей для того, чтобы покрыть их деятельность тогда. Я напоминаю, я с 2011 по 2018 год не был в стране, я не работал здесь, в отличие от нее. Бельцы, весь город Бельцы, второй город в республике Молдова, платят в государственный бюджет в год 850 миллионов лей. Это означает практически, что все, что, например, платит бюджет Бельцы, мы покрываем поступки вот этих товарищей, которые сейчас возвращаются во власти. Возвращаются так, сильно. Я, честно, мне трудно понять, вот нас, граждан Республики Молдова, которые практически имеем такую короткую историческую память. Или достоинства у нас нет. Чего-то у нас нет, если мы за такой короткий период человека, который был в том правительстве, который готовил кражу миллиарда, избираем президентом. Сейчас мы готовы отдать ему парламент и так далее. Давайте видеть, давайте смотреть эти вещи. Я уже не говорю про реформу образования, в которой есть большие вопросы. Толгий судья, как говорится. А по части фермерам понятно, что и в декабре, и в ноябре, и сейчас, кстати, они используются политическими партиями. Этот протест, который был 3-4 дня, он понятно, что используется политической партией и так далее. Мне жаль, что фермеры просто так дают себя быть вовлеченными. В прошлом году мы заплатили из фонда субсидирования 1,4 млрд рублей. Это был рекорд. До сих пор самая большая цифра была 1,1 млрд. В условиях очень сложного года мы помогли фермерам выжить и так далее. Поэтому, когда я слышу, что проблемы создали другие, да наоборот. Она, кстати, когда была программа Мурман, тоже была в правительстве. Если взять 27-летний стаж мой и ее, мы закончили вместе факультет в 1994 году. Я проработал в государственном секторе всего 7 лет. Я думал, что она минимум 15 работала. И когда она на кого-то другого валит вину, наверное, так она воспитана. Но я уверен, что люди увидят, вспомнят всех тех, которые задушили практически страну в период так называемой истории успеха. Потому что нам еще платить и платить за это. Она была в правительстве в 2013 году, когда отдали аэропорт Шору. Я не видел, чтобы она там сильно выступала. Хотя цифры показывают. Как привязать страну на 49 лет с этим сбором в 9 евро с пассажира, когда, например, в том же Франкфурте, Вене и так далее 4,5 евро. Как она там? Я не видел, чтобы она выходила и говорила. На 49 лет каждый молдванин, каждый пассажир в этом аэропорту должен заплатить этой компании 9 евро. Хорошо, что мы в прошлом году нашли способ, как хотя бы часть из этих денег взять у них. Они в том соглашении, которое, опять же, то правительство подписало, я думаю, криминально подписало. Потому что там все абсолютно условия против государства. Единственное, что они не подумали написать, что страна не имеет права налоговую политику в отношении этого взноса поменять. Они это не подумали. Мы нашли это и поставили сбор аэропортный, облагается 50% налогом. И с 1 июля 2020 года из этих 9 евро 4,5 поступает в бюджет, в фонды поддержки, в социальные поддержки, на социальные столовые и так далее. По-моему, примерно 30 миллионов мы взяли из этих денег. То есть можно. Поэтому, когда я слышу людей, которые валят на других... Раз мы заговорили о фермерах, был представлен законопроект о защите местного производителя. Почему его, по вашему мнению, не промульгировали? Я этот вопрос поднял уже, наверное, 2 недели назад. Даже просил ТВ-8, просил другую прессу. Обращайтесь в пресс-службу президента. Там есть человек, который получает сумасшедшие деньги в виде зарплаты. Он обязан выходить перед народом, объяснять действия президента. Вы хотя бы одно слово от этой госпожи услышали? Ну, это уже притча во языцах. Это не в моей компетенции. Я понимаю, но раз такой важный документ, как защита местного производителя, президент не промульгирует закон, хотя бы какое-то объяснение этот народ заслужил или нет? Она же говорила, будет прозрачно и в расходе денег, и там в политике и так далее. Она что-то объяснила до сих пор из того, что делается? Я не слышал. А суть очень ясная там. Товары, произведенные здесь, должны попасть на полки сетей, магазинов. Понятно, что не всем интересно, чтобы молдаване здесь оставались, работали и производили. Молдаванам уготована одна судьба. Выращивайте пшеницу, кукурузу, грузите на джурджулеште, потом покупайте мясо, молоко и так далее. Почему? Работаете еще сезонными рабочими? И так далее. Понятно, что никто не заинтересован, чтобы здесь создавалось что-то, производилось. А чтобы убить производство, не пускаешь на полки сетей. Опять же, я за конкуренцию, за инвестиции, в том числе в торговые сети. Но я ведь понимаю, что торговые сети большие, точно так же, как было в Восточной Европе. Они разрушили все там, и производство, и местную торговлю. Они когда сюда приезжают, они же не приезжают делать чисто коммерческую деятельность. То есть ты купил то, что произведено здесь или где-то, поставил на оценку и продаешь. Нет, они не за этим приходят. Они приходят за тем, чтобы за ними их производителей принести. Вы посмотрите в любой из этих сетей, сколько процентов наших производителей. Там практически так, чтобы не говорить, что идет дискриминация. Но там не попадешь на эти полки, если ты как производитель не соглашаешься на дискаунт 35 или 40%. То есть тебя просто не пускает. У тебя себестоимость, например, 5 лей. Если ты не даешь ему товар по 3,50 или сколько там получается 40%, ты не попадаешь на этот рынок, на эти полки. Просто убивает производство. Это означает, что опять люди, которые остались без работы, куда идут? Работают там и добавляют там добавленную стоимость. В этом вся суть. Поэтому, когда президент такой закон не промульгирует, который гарантирует местному производителю допуск или площадь места на этих полках, хотя бы должен выходить и объяснить. Уважаемые сограждане, я не подписал этот закон, потому что так, 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 так. Но ведь не делает этого. Я, конечно, знаю и понимаю, почему она не подписала. Но надеюсь, что она выйдет и признает. Под чьим нажимом она это сделала? Под чьим нажимом она это сделала? Почему она это сделала? Пусть выходит, говорит, объясняет. Я думаю, люди должны это понимать. Хорошо. Молдавский фермер хочет и может работать. Как и молдавский учитель, как и молдавский врач, как и молдавский предприниматель. Скажите, почему сегодняшний политический истеблишмент, не весь, конечно, но все-таки в большей степени, не разговаривает с гражданами внутри страны. Почему диалог не ведется? Он ведется диалог с диаспорой, не имеет значения российской, европейской, но не ведет этот диалог внутри страны. Почему это происходит? Я бы не стал говорить так однозначно, что не ведется диалог с местным населением. Но мы же понимаем, из 3,5 миллионов граждан Республики Молдова, миллион находится за границей. Это тоже, понятно, большая часть. Конечно, большая часть. Это наши граждане, которым, кстати, нужно предоставлять право голосовать. Это государство хотя бы это право должно давать людям. Понятно, что ты не можешь открывать выборный участок на каждой улице и в каждом городе, но по мере возможности каждый человек мог проголосовать. Иначе он никогда не поверит в это государство. Он вообще потеряет уважение и доверие государству. Он уже 22% населения Республики Молдова не верит в политику. Это в том числе и из-за деятельности политиков. То, что некоторые партии особенно упывают на поддержку диаспоры, я здесь тоже понимаю, эти партии имеют поддержку от властей тех стран, где находится диаспора. Соответственно, власть этих стран помогает. Я знаю точно, как помогать и как делают. Диаспора, наши люди за границей, то есть наши сограждане за границей, не обязательно видят, что здесь творится. Их так, информируют. Содиноправленно и так далее. Я знаю точно, что некоторым партиям нравится сильно, как голосует диаспора. И, соответственно, хотели бы, чтобы там количество голосующих увеличилось. Путем вот этих действий, которые я сказал. Я знаю точно, что у некоторых партий, например, есть особое, или, как сказать, разное отношение к людям в зависимости от того, где они находятся. Они готовы, например, открывать на каждой улице участки, например, на Западе, но не хотят открывать в другом месте. У некоторых партий, например, выступают против того, чтобы наши граждане, которые имеют абсолютно те же права, как и все мы, наши граждане из левобережья страны, левобережья листра, чтобы они голосовали. Вы же видели, как они выступают. Этих блокируем, это сепаратисты и так далее. Понимаете? Почему? Потому что они не голосуют, например, за ту партию. А когда вот у нас политические партии занимаются такими действиями, это, во-первых, противозаконно, и, во-вторых, это еще более уничтожает или уменьшает доверие гражданам к собственной стране. Это безответственные политики. И, опять же, я надеюсь на мудрость народа, который понимает все эти вещи и который, надеюсь, накажет голосом своим вот такое поведение. Поэтому я понимаю тех, которые летают в Москву или в Рим, или так далее, делают там разные мероприятия. Это хорошо. Граждан надо информировать и так далее. Ну, желательно информировать их честно. А что делать гражданам внутри страны, которые сталкиваются каждый день с насущными проблемами здесь, внутри страны? Проблемы разные, конечно, там и социальные, и экономические, и так далее. Что делать? Понятно, что в первую очередь у всех граждан есть раз в 4 года, ну, сейчас получается чаще, но раз в 4 года возможность избрать свою власть, свой парламент. И иногда, и не только мы, да и многие страны, многие народы, когда идут на выборы, мы больше действуем эмоционально, да, с новостью на каких-то там, не знаю, преференциях и так далее. И многие из нас поменьше подходят к этому ответственному процессу разумно, да. Мы выбираем цвет партии, мы выбираем, как красиво называется эта партия, или кто там сфотографировался с кем-то и так далее, да. А мы не делаем элементарные усилия, да, вот партия. Ну, давайте откроем список, давайте посмотрим, 10, 15, 20 человек, кто в списке этих партий. Возьмите вот эти, которые самые сейчас, как говорится, на волне. Ну, вы посмотрите, первые 10 или 20 человек в партии ПАС. Да, я об этом вопрос хорошо узнала. Ну, вот посмотрите, вот представьте себе, эти люди опять возвращаются в парламент. Что они могут? Ведь люди понимают, что парламент это прежде всего место работы. Да. Работа для депутатов, а работа депутатов заключается в том, чтобы писать законы, голосовать за законы, да. Ну, как вот эти товарищи, попадая в парламент, может написать закон? Я помню, я был несколько раз на трибуне парламента, мне эти коллеги задают вопрос, он не может смотреть мне в глаза, задай вопрос, он без того, чтобы читать на лаптопе или на планшете, он не может краткий вопрос формулировать. Как он пишет закон? Поэтому у нас в парламенте ситуация, когда на 101 депутат, еще почти 500 человек обслуживающего персонала, к каждому депутату там 3, 4, 5 консультантов, ассистентов и так далее. Почему так? Потому что те, которых мы отправляем в парламент, не понимают, не имеют вообще идеи, что такое налоги, например, что такое зарплата, экономика, медицина и так далее и тому подобное. Он политик, понимаете, он родился политиком. И мы, поскольку он хорошо говорит, поскольку он за ту, одно или другое геополитическое направление, мы быстро выбираем. Это мы, я имею в виду, что основано на эмоциональном. Притом это относится не только к прозападному, это относится и к другим, как говорится, направлениям. Давайте разумно последствия. Я с вами вам почти во всем согласна. Единственное, в чем я согласна, в том, что не всякий человек, который умеет хорошо говорить, может называть себя политиком. Политик, на мой взгляд, это несколько иное. Я не буду спорить, у меня нет такого большого особого опыта в политике. Я не был в политических партиях. Но считаю, что каждый человек, который может что-то предложить обществу, желательно, чтобы он включился. То есть, вовлекался в эти процессы. Потому что, если не вовлекаются люди, которые что-то умеют, что-то сделали, где-то там ошиблись и так далее, то возникнут другие, которых мы видим сейчас. Ваш слоган «Вместе за страну». Почему это именно такой лозунг? Ну, потому что это вытекает, во-первых, из названия партии. Партия развития и объединения Молдов. Объединение общества имеется в виду. Мы же видим, начиная с 90-х годов, нас очень так искусственно и успешно разделяли. По различным признакам. Начались языка, потом национальности, потом геополитика, потом геторелигия и так далее. Это же известно, что разделяя властвы. Вот этот принцип примитивный, он очень хорошо у нас действует. То есть, нас сначала делят, а потом берут тепленькими. Поэтому нам надо общество объединять. Даже если у людей различные политические преференции и так далее, я уверен, что можно найти 4-5-6 проектов национальных, идей национальных, которых можно было объединить в страну. Это имеется в виду и развитие инфраструктуры, например. Или повышение конкурентоспособности экономики с точки зрения рабочего места, снижая налоги на зарплату и так далее. То есть, можно это сделать, если объединить людей. Поэтому вместе за страной именно это имеется в виду. Нам надо всем объединиться. Я уже приводил очень неуспешный пример, но еще раз наступлю на эти грабли. Не дай бог, какой-то конфликт военный или так далее, мы себя перестреляем в окопе друг друга, а потом будем стрелять во врага. Понимаете? Ну, я так, утрирую, конечно. Нам нужно объединять общество. Да, раз в 4 года у нас выборы, мы там дебатируем, воюем и так далее. Как закончился процесс, на следующий день мы возвращаемся в нормальное русло, мы работаем все, уважаем власть, которую выбрали и так работаем. Потому что наступит 12 июля, оно наступит. Понимаете? И вдруг мы проснемся, что кто-то должен вести налоговую политику, кто-то должен считать зарплату, кто-то собирать денег, кто-то платить пенсии и так далее. Это же не эти люди, которые сейчас в телевизоре, как я сейчас, да? Это же не эти люди делают. Делают люди, которые профессионалы, которые в министерствах и так далее. Что у нас летом 19-го случилось? Пришла эта волна, уволила всех заместителей министров, при том людей профессиональных. Они подумали, почему через 5 месяцев ушли? Потому что они разрушили систему. Даже имея деньги на счетах, они допускали уже 2-х месячную заезжку зарплаты. Вы понимаете, это люди, которые просто не понимают, куда попали, зачем попали и так далее. И стяг в руки, как говорится. Мы все знаем, революционеры – это одна профессия, а дальше строить совсем другая. Поэтому надо помнить про эту вещь. Ну а тогда что же может стать такой? Нас 30 лет разъединяли. Что может стать такой объединяющей идеей? Чтобы даже не было желания говорить об разъединении? В большинстве случаев, когда народ или нации приходит к тому, что нужно сплачиваться, это именно кризис какой-то, именно какая-то беда и так далее. К сожалению, мы практически дошли до той точки, когда уже надо понимать, что дальше некуда. Точка невозврата, она наступает. В том числе, то, что я сказал. Если в течение 3-4 лет не проводить политики, о которой я говорю, снижение налоговой нагрузки, инвестиции государства в инфраструктуру, мы достигнем 60% доли задолженности государства, и дальше ты не можешь одалживать для того, чтобы что-то строить, или даже на текущие расходы. У тебя наступает момент, когда просто ты не можешь обслуживать этот долг. Значит, у нас осталось 3-4 года максимум на то, чтобы все это дело сделать. Кто это сделает? Еще раз, посмотрите на списки вот этой партии. Или красной партии, посмотрите, кто там. Надо смотреть, умеют, могут или не могут. Мне кажется, этот подход должен быть во главе угла у каждого человека, который 11 июля приходит и отпускает свой голос. Это так кажется. По вашему мнению, каковы шансы у вашей партии, и какой будет расклад в парламенте после выборов? Я не знаю, какой будет расклад в парламенте после 11 июля. Я думаю, что желтая партия наберет большое количество голосов на волне, в том числе за счет диаспоры. Я практически уверен, что не наберет большинство. Я надеюсь, что народ, я знаю, что народ мудрый, разумный и понимает подоплеку. По части шансов в нашей партии попасть, я думаю, что у нас есть шансы. За эти 5 недель, что мы работали интенсивно, встречались, обсуждали и так далее, мне кажется, я уверен, что мы достаточное количество людей убедили в том, что надо смотреть на вещи реалистично, не надо вводиться опять на какой-то популизм, на разные испуги, где политические, на разные обещания и так далее. Мы увидели и заметили, что люди приемлят больше горькую правду, чем все эти нереалистичные лозунги и так далее. Потому что я уже говорил, когда приходишь с этим популизмом, ты прежде всего показываешь, что ты не уважаешь этих людей. Ты просто знаешь, что ты их обманываешь, смотришь в глаза и вот так продолжаешь. Потом через один или следующий электоральный цикл с чем приходят? Как и Майя Санду, что кто-то виноват, фермерам и так далее. Она же не говорит, где была в 2014 году. Она скрывает это как темную историю в жизни, страницу в жизни. Поэтому, я думаю, шансы у нас есть. Я знаю, что в стране очень много разумных людей, которые способны анализировать ситуацию. И надеемся им на их поддержку. Что бы вы сказали нашим зрителям, которые смотрят эту программу? Ну, многое что я могу сказать, но я, наверное, прежде всего хотел бы сказать, что мы граждане Республики Молдова. У нас есть своя страна, есть свое государство. Даже если это государство находится в плачевном состоянии, слабое государство, мы должны дорожить этим государством, мы должны делать так, чтобы укрепить наше государство. Это как дом, как семья. Да, может быть, в плохом состоянии дом. Мы же его не разрушаем и не это самое. Мы стараемся отремонтировать, стараемся построить и так далее. У нашей страны есть потенциал. Есть потенциал у нашей страны. Если построить грамотно все эти процессы, что я сказал. Еще раз, приведу пример 2020 года. Год был сложный. Очень. Сложный год был. Со всех точек зрения. И пандемический, и засуха, и вот эти политические передряги и так далее. Но страна выдержала. Мы не стояли с протянутой рукой. Да, мы одолжили что-то на местном рынке. Но, вы видели, государство все свои обязательства, финансовые в том числе, выполнило никаких задержек, зарплаты, пенсии. Даже, опять же, пример медицинскому персоналу. Повысили там существенную, считаю, зарплату и так далее. Инвестиции в инфраструктуру. Вы, наверное, ездите по стране все-таки. Мы запустили эти проекты, инвестиции в инфраструктуру и так далее. У страны есть потенциал, поверьте мне. Хороший потенциал есть. Надо просто поставить работу так, грамотно, эффективно, и все будет хорошо. Поэтому, наверное, самое главное обращение, которое я хочу сделать к нашим гражданам, согражданам, верить в себя и в свою страну. Это возможно, это нужно делать. Где бы мы ни находились, какую бы большую зарплату нам не платили за рубежом, так как в нашей стране мы нигде не будем себя чувствовать. Можно у нас работать, нужно у нас работать и можно возродить страну. И вы знаете, без веры ничего нельзя. Без веры ничего нельзя достигнуть. Я, например, решил остаться в стране сейчас, хотя у меня была возможность опять уехать, откуда я приехал в январе 2018 года. Но я знаю точно, что здесь можно. Можно здесь поменять. И, в принципе, это и является мотивацией и объяснением, почему мы с коллегами, с которыми работали, решили более активно вовлекаться в социально-экономическую и политическую жизнь. Это красиво, дипломатично сказали о том, что государство справилось. Но на самом деле, если вспоминать сообщения аналитиков, статьи аналитические, экономические того времени, то многие говорили, что это именно заслуга ваша, как премьер-министра на этом посту. И что благодаря вашим знаниям, умениям и умению работать, вы с этим справились? Если позволите, прокомментирую здесь. Понятно, что зависит многое от правительства, от администрации и так далее. Но если бы не было, например, такой мобилизации и медицинского персонала, и экономики и так далее, всем понятно, что не было бы возможно выйти из этой сложной ситуации. Я знаю очень много предприятий, я был, например, на сопротивлении недавно, которые два месяца не работали, даже три месяца не работали, они продолжали платить зарплаты своим работающим, потому что дорожат человеческим капиталом. Да, они платили зарплаты, зная, что правительство возместит вот эти налоги на зарплату, как мы это делали, но если бы они это не сделали, мы бы обрушились. То есть не только правительство, или не главную роль играет правительство, главную роль играет люди, страна. Поэтому я и говорю, что есть потенциал, надо в это верить. А то, что эксперты говорили, я знаю, что были многие эксперты, которые как раз, наоборот, подрабатывали на том, чтобы говорить, что эта страна ничего не умеет, что молдаване должны только с протянутой рукой, что мы или Москва, или Бухарест, мы сами не можем. Я знаю, им за это и платят, чтобы так выступали. Потому что чем хуже ситуация в стране, тем меньше людей в стране. Соответственно, кто выигрывает по этой цепи, мы уже говорили с вами. Да. Вот такой получилась сегодня наша беседа. Я благодарю моего гостя. Спасибо вам за приглашение. Вам спасибо, что приняли и нашли время. Я благодарю наших зрителей. Оставайтесь с нами. Все самое главное и интересное впереди.